Труд всегда был основой человеческого существования. Как писал Энгельс, труд создал человека. Когда обезьяна взяла палку, она перестала быть обезьяной, стала человеком. Ну, это такая метафора. Но она очень красноречива, потому что она действительно показывает, что труд требовал определенного опыта, сознания, ума, умения человека оценивать окружающий мир, реагировать на это. Но главная, конечно, задача труда – это приносить плоды. Плоды для жизнедеятельности человека, для его развития. Поэтому тема труда стала и в искусстве одной из доминирующих. Характер человека, его способности, его светлые помыслы, упорство и целеустремленность ярче всего проявляются в процессе труда. Труд объединяет людей и воспитывает в них дух товарищества и взаимопомощи. Еще совсем недавно, в эпоху СССР, идеал красоты в нашем обществе был неразрывно связан с образом трудящегося человека. Ведь не даром герб Советского Союза включал в себя символы труда – серб и молот. В творчестве казахстанских художников эта тема также занимала огромное место. Сегодня мы познакомимся с произведениями, которые наиболее ярко отразили в себе образ человека труда, человека-созидателя и творца. В 30-е и 50-е годы в СССР велось неслыханное по масштабам промышленное строительство и преобразование сельского хозяйства. Тема индустрии, нового колхозного строя становится преобладающей и в живописи. Человек труда был провозглашен главным героем нового искусства. Художников вдохновляют энергичные, разгоряченные трудом лица, ловкие движения крестьян, работающих на полях в страдную деревенскую пору. Тема труда нашла свое воплощение в различных жанрах живописи – в сюжетной картине, в портрете, в пейзаже и даже на тюрморте. Посмотрите, насколько честными были художники. Они действительно хотели отобразить лучше, отобразить перемены. Они стремились… Это не просто волна оптимизма, которая захлестывала всю страну. Это была искренность людей, которые строили новое будущее. И это будущее нужно было отобразить. Фактически, конечно, это был легендарный съезд 1932 года, когда были провозглашены новые принципы нового искусства социалистического по форме, национального по содержанию. Именно так возникает социалистический реализм как явление. Основной концептуальным положением социалистического реализма был показ действительности в ее революционном развитии, как утверждали коммунистические идеологи с середины 30-х годов. Первое произведение на тему труда, которое мы рассмотрим, это картина Мухита Калимова «Железнодорожник», созданная в 1966 году. Мухит Калимов. Годы жизни. 1931-2002. Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан. Профессор. Участник республиканских, союзных и международных выставок. И общей тенденцией какой-то универсальности или обобщению, показать человека труда, художник стремится выделить индивидуальные черты этого человека. Вот это легкое состояние какой-то усталости, и при этом то внутреннее состояние гармонии. И даже несмотря на усталость, он доволен тем, что день прошел плодотворно, удачно. И профессия железнодорожника, она была очень почетна. И вот в работе Мухита Калимова мы видим изображение железнодорожника, которое символизирует собой вот эту историю строительства нового Казахстана. И железная дорога – это путь в будущее, путь к светлому будущему, а не просто железная дорога, которая перемещает какие-то грузы. Происходит такая героизация личности. Казалось бы, ну, идет рабочий вот с этим фонарем, немножко уставший, но посмотрите, как он красив, как он статен, и как это все преподносится художникам. Не портрет конкретного человека, даже не конкретной специальности. Это здесь картина символа, картина метафора. На вертикальном холсте, на светлом фоне, только появляющейся зари, мы видим темную фигуру. Художник решает изобразить эту фигуру очень смелыми, тяжелыми, даже немного неряшливыми мазками, но очень рельефно и очень фактурно. При этом сама фигура выглядит очень контрастно. Художник специально одевает главного героя в синий костюм, как противоположность появляющемуся солнцу. Весь образ буквально наполнен мужественностью и уверенностью. Брали и просветители, и коммунисты эту идею идеального общества, золотого века человечества. То есть, ну, они тратковали ее по-разному, с определенным идеологическим уком, акцентом. Историческая справка. Картина «Сбор хлопка». Автор Абылхан Костеев. 1936 год. Холст. Масло. Интересно, что своих сборщиков хлопка художник изображает в сопровождении или дает им в помощь совершенно необычные, интересные, огромные машины, которые работают по принципу вакуумных пылесосов. В процессе исследования удалось выяснить, что действительно была закуплена экспериментальная партия машин под названием «Турманы». Была попытка внедрять их в производство, и попытка эта не увенчалась успехом, потому что во время перемещения по полям машины очень сильно повреждали хлопок и, в общем-то, оказались нерентабельными. Что в нем заложено? Какое содержание? Ну, в первую очередь, это тема коллективизации. Костеев показывает этот коллективный труд в поле. Вторая задача – это изображение именно женщин. Потому что в Казахстане вопрос вообще в Средней Азии. В Средней Азии и Казахстане вопрос эмансипации жизни был одним из ключевых. И поэтому Костеев изображает именно женщин, занятым коллективным трудом. Это вот абсолютно революционная картина. Сегодня она, конечно, так не воспринимается. Мы ее воспринимаем просто в таком жанровом аспекте. Но в то время это было абсолютно актуальное, очень важное, очень значимое произведение. И Костеев осознанно, естественно, все это делал. Абылхан Костеев. Годы жизни. 1904-1973. Живописец и акварелист. Народный художник Казахской ССР. Основоположник казахстанского изобразительного искусства. Костеев, как всякий художник того времени, он очень гордился техническими достижениями. Не случайно, если мы вспомним голландскую живопись, то там есть портрет собаки, портрет быка. То если мы возьмем творчество Балхана Костеева, то здесь конкретный портрет машины, может быть, портрет бульдозера. Правда, данный в окружении какого-то прекрасного пейзажа. Скульптура Исаева изображает человека, буквально человека Ренессанса. Потому что основной идеологический принцип Ренессанса – показать человека прекрасного как внутренне, так и внешне. Историческая справка. Скульптура «Столивар». Автор – Александр Исаев. 1958 год. Бронза. Если взять по классическим канонам, то, конечно же, уникальная лепка, уникальное видение тела, фактуры, движений. То есть видно, как скульптор прекрасно понимает движение каждой мышцы в человеке. В целом, сама работа и композиция, и пластика напоминают работы французских художников. В частности, Родена. Из советских художников – это работа Шервода. То есть вот эта преемственность, связь различных культур, которые аккумулировали казахстанские художники, тоже в этой работе прослеживается. Это очень важно. Она живет, и от нее веет этой мощью, этой профессией самой. И, конечно же, мы не думаем, кто изображен, кого художник использовал в качестве модели. Это, прежде всего, образ Толивара. Александр Исаев. Годы жизни 1929-1987. Окончил Ворошиловградское художественное училище и Харьковский художественный институт. По окончании вуза был направлен преподавателем в Алма-Атинское художественное училище. Параллельно занимался творчеством. Глядя на это произведение, хочется вспомнить античную скульптуру диско-бол. Там так же, как и здесь, художник восхищается красотой человеческого тела. Но здесь автор восхищается еще и благородной красотой человеческого труда. Вспомним одну из самых известных советских скульптур на тему труда «Рабочий и колхозница». Это памятник монументального искусства, идеал и символ советской эпохи. Работа представляет собой динамичную скульптурную группу из двух фигур с поднятыми над головами серпом и молотом. Автор скульптуры – Вера Мухина. Концепция и композиционный замысел архитектора Бориса Иофана. Ни для кого не секрет, что человек неразрывно связан с природой. Каждый год мы видим зеленую весну и золотую осень. И каждый раз мы находим новые нотки в привычных чувствах. По-новому, по-особенному видел обновление природы художник-пейзажист Нурбек Танцыгбаев. Нурбек Танцыгбаев. Годы жизни 1926-1976. Член Союза художников Казахской ССР. Родился в Ташкенте. Учился в Ташкентском художественном училище. Окончил Алма-Адинское художественное училище имени Гоголя. Жил и работал в Алматы. Пейзаж и индустриальный объект очень гармонично слиты в одну картину. где главная задача художника показать силу воли человека, его разума, мудрость коммунистической партии, которые способны осуществить глобальные программы по реорганизации, по трансформации всего ландшафта, а далее и сознание человека, и всей его жизни. Историческая справка. Картина «Лениногорский комбинат». Автор – Нурбек Танцыгбаев. 1976 год. Холст. Масло. Нурбек Танцыгбаев, как и все казахстанские художники, ездят, конечно, и отмечают все важнейшие стройки пятилеток, как это тогда было принято, пятилеткам отчитывались. И, конечно же, ему тоже важно запечатлеть вот эту вот мощь завода, мощь техники, мощь стройки. То есть вот это явление, которое получает название промышленный пейзаж или индустриальный пейзаж, где по-прежнему главенствует природа, но преобразованная деятельностью человека. Причем преобразованная, как правило, это воспривалось в оптимистическом ключе. Все эти перемены воспринимались очень позитивно. На этой картине нет чрезмерных контрастных сочетаний. Все очень приглушенно и пастельно, но, тем не менее, мы видим, с какой любовью автор пишет свою родную землю. Мы не видим людей, но мы видим их присутствие на уходящей вдаль грузовике, при передаче линии электропередач, при описании этих домиков, которые буквально усеивают все свободное пространство картины. Природа в произведениях художника всегда спокойна и величественна. Здесь господствуют ощущения вечности и постоянства. Художник предпочитал использовать вытянутые по горизонтали холсты, в которых композиционно подчеркивались необъятные просторы родной земли. Пейзажи советские с 50-х годов это не просто природа, как мы видели там в работе Шишкина или Левитана, а это совсем другой взгляд на природу. Это природа, трансформированная в мысль человека, именно измененная. Ее ландшафт изменен. И то, что было до того, и стало, что после, это было очень важно показать пейзажи. Индустриализация — это процесс создания крупного машинного производства во всех отраслях народного хозяйства, особенно в промышленности. Перед нами типичное полотно в духе соцреализма, поспевающее труд эпохи индустриализации. Историческая справка. Картина «Стройка на Балхаше ночью». Автор Юрий Зайцев. 1935 год. Холст «Масло». И вот Юрий Зайцев был одним из тех, кто приехал в Казахстан на Балхаш, где строился медиплавильный комбинат. Это была очень важная стройка, в очень тяжелых условиях шло строительство. Юрий Зайцев. Годы жизни 1884-1972. Живописец. Заслуженный художник Чувашской республики. Был направлен в творческую командировку в Казахстан, где им была создана серия пейзажей и портретов, а также серия фотографий. И вот он изобразил диптих из двух картин, где изображают стройку ночью и стройку днем, чтобы подчеркнуть, что дедная и ночная, идет процесс, люди напрягаются, строят, не жалеют себя для того, чтобы выполнить задание партии, правительства. На переднем плане художник использовал темный подмалевок. Все фигуры выполнены сначала темным цветом, поверх которого он наносил очень густые, холодные и очень рельефные мазки, таким образом усиливая эффект свечения. То есть человек, который трудится, он делает это с радостью, с энтузиазмом. Даже те фильмы смотрят в 30-40-х годах. Мы видим, что люди работают с улыбкой, оптимистически смотрят на все. Несмотря на то, что картина достаточно темная, в ней нет никакого драматизма или тревоги. Наоборот, ощущается трудовой праздник. Это будь то стройка моста, будь то там, я не знаю, Копчегайская ГЭС или еще что-то там, обычный сбор хлопка, или что-то превращается у нас в картину, радостную картину бытия человека. Вся картина построена на противопоставлении холодных цветов теплым. На дальнем плане мы видим теплый свет от фонарей, на ближнем же плане мы видим холодный свет от сварки, который добавляет в картину какой-то мистики. Даже были мнения, что две основные темы доминировали в советском искусстве. Это труд и праздник. То есть труд, работа и праздник по поводу завершения какого-то глобального дела важного строительства или какой-то трансформации. И вот этот вот образ молодости, силы, красоты, которая и выражается в этой силе и готовности к любым трудностям, это, конечно же, воспевание человека труда. Сегодня мы представили вашему вниманию несколько произведений выдающихся казахстанских художников. Собранные в едином пространстве нашей программы, они создают особую атмосферу праздника и энтузиазма. И это очень убедительно говорит нам о том, что именно вдохновенный труд даёт нам возможность открыть в себе великую созидательную энергию жизни. И это очень убедительно.